итак друзья всех приветствую на канале саморазвития в походе сейчас сделаем обзор на эту шапочку fjallraven singe hater вот одна из самых теплых шапок вообще в арсенале fjallraven как они говорят для самых экстремальных условиях кстати на этом же канале вы сможете уже найти обзор на эту курточку fjallraven expedition down pack на эти штаники очень много вещей от fjallraven в том числе и вот эта вот шапочка очень крутая кстати рекомендую ее самая универсальная шапка из всех моих шапок на эти перчатки от хестры это первый в принципе русскоязычный обзор ну и многое многое чего другого покопайтесь очень много интересных вещей в том числе и про саморазвитие в походе по шапке я ее взял как экстремальный вариант для гор зимой вот обзоров я на нее не нашел поэтому это наверно будет самый первый обзор на всем пространстве интернет что меня радует очень много иностранных слушателей сейчас в том числе и смотрят мои видео и даже вопросы задают на английском языке и так поехали значит пока буду снимать один у этого той голова замерзнет я вам сначала покажу общие детали мех я изначально хотел чтобы он не был натуральная был искусственный материал вокруг шапки же 1000 хэви то есть тяжелый скажем так для более жестких условий особенности этой ткани же 1000 то что ее можно вощить специальным профессиональным воском от фиал равина возможно вы сейчас видите уже его картиночку и этот материал он очень универсальный универсальный он тем что когда надо использовать для экстремальных условий можно ее навощить воском потом сверху обработать феном этот воск питается и эта ткань она вообще будет как железобетонная скажу так она не будет продуваться она будет намного меньше намокать но при этом она еще будет дышать очень крепкая ткань собственно как и на штанах от фиал равина да но при этом она очень универсальная и очень дышащая например эти штаны я использую и при минус 10 и при плюс 15 могу у них ходить здесь тот же самый формат ткани только она более плотная так в общем по элементам утолщенный лоб вот на такой вот видите подкладочки ну-ка что у нас тут вот кстати никогда его не отворачивал впервые отвернул кстати такая шапка в детстве у меня прямо жизнь можно так сказать спасла я когда-то шел с музыкальной школы и перепрыгивал две трубы они зимой оказались скользкие когда я прыгал с одной трубы я а вторую трубу ударился головой и слава богу что я был советской шапки ушанки в детстве ударился вот это его частью она самортизировала теперь когда я покупаю эти шапки я понимаю что это на самом деле очень крутой функциональный элемент никогда об этом кстати не думал вот наверно копия советской шапки ушанки просто она сделана очень как сказать короче очень круто обратите внимание на ее крой какая она вся закругленная можно сказать тогда пройдись крупничком оператору говорю вот дальше снизу эта шапка идет на таком вот регулируемые карабинчики ушки можно подстегнуть в различных направлениях можно сделать так допустим можно сделать вот так да так она вообще плотно прилегает облегает как царь короче говоря в ней становишься и при этом шея еще полностью закрыта во всей этой истории потому что чем она мне понравилась ну и конечно можно сделать советский вариант вот так но как по мне это как какая-то не функциональная штука потому что уши открыты я вообще не понимаю для чего на этих пыжиков застегивает уши кверху и при этом во все дырки задувает вот что мне здесь понравилось удлиненная шея сзади которая закрывает затылок полностью это конечно вот покажи еще раз да можно оттянуть и показать то есть в ней действительно чувствуешь себя защищенным при этом она хорошо дышит и очень круто греет и еще один из элементов их особенности это внешние уши значит их можно пристегнуть здесь на пуговички и тогда вы будете слышать хорошо своего собеседника потому что здесь есть вот такая вот дырочка которая фактически попадает что самое интересное рядом с ухом то есть другими словами даже когда дует ветер но если она вот так пристегнута то она не будет задувать вам в ухо но при этом вы будете слышать хорошо кстати это проверено второй момент это их можно оставить вот так и тогда вы будете слышать 50 на 50 и при этом защищены и третий момент это их можно пристегнуть в самых суровых условиях и это ухо будет уже полностью закрыта это момент максимальной защиты в этой шапке прикольное новое введение кстати вот волосатые ушки значит в чем еще интересна эта шапка к мы снимаем эту мы одеваем эту вот это тем что внутри находится синтетический утеплитель а это значит что даже в мокром состоянии он будет работать хорошо даже в скомпрессованном виде он будет работать хорошо зона меха я так предполагаю искусственного у нас идет прямо аж до верха затылка видите даже ценник еще не обрезан на ней вот это наверное все чем я хотел бы поделиться с вами очень доволен этим продуктом очень нравится цвет ее вот потому что шапка я вам хочу сказать это наиболее часто снимаемый атрибут в походе когда ее берешь руки обычно грязные поэтому я взял вот в таком вот темно-синем цвете у меня рюкзак в таком вот цвете ну вот и шапочку приобрел в таком вот цвете вот в принципе буду дополнять еще отзывы кстати здесь что классно регулируется карабин да под любой размер это очень удобно потому что во многих шапках этой регулировки нет здесь тоже можно например подшить его больше да и вы получите еще одну свободу регулировки в зависимости от того размера вашей головы у меня кстати размер м здесь шапки и размер моей головы 57 сантиметров вот идеально просто сидит я хочу сказать вот знаете как под меня ее сшили а так в целом очень доволен тех кто ребята уже пользовался оставьте пожалуйста свои комментарии вот хотя я вижу это достаточно редкий продукт на нашем рынке те кто не пользовался можете задавать вопросы я вам на них буду отвечать очень люблю эту мягенькую штучку весит в районе там 100 чем-то грамм даже кстати в таком состоянии она намного теплее не виду в открытом чем эта шапка тоже от фил равен а так друзья протестировал я эту шапку по такому вот снегу что хочу сказать во первых в комбинации с вот этой шапкой трекинговой это вообще идеально потому что эту шапку можно подадить под эту шапку и получить еще больше утепления а вообще на самом деле очень теплая комфортная шапка при минус 10 я даже чувствую абсолютный комфорт пробовал задувает ли сюда по душе получилось что не задувает хотя здесь можно даже больше уплотнить пристегнутая ухо это вообще крутая функция с той стороны который дует ветер просто пристегиваете ухо вот другое ухо можно оставить отстегнутым слышимость не сильно разницы между пристегнутым и отстегнутым но в принципе классно единственно хочу еще добавить для тех кто не носил шапки ушанки когда вы будете ее одевать и будете тена как бы немножечко подскакивает и очень свободно сидит у меня на голове но при этом она не теряет потери и мне это вообще очень понравилось что она вообще не пережимает голову но у меня размер головы 37 а это шапка от 37 грубо говоря вот поэтому тоже происходит идеально еще что я заметил сюда может налипать мокрый снег если он мокрый иногда это такой вот психологический можно сказать дискомфорт но потом привыкаешь ничему но не меня не мешает поэтому вот так вот такой вот опыт по снегу добавочка к видео на этом друзья у меня все хотите ходить с нами в походы подписывайтесь на канал telegram у нас походы без мяса без алкоголя и других наркотических веществ мой оператор улыбается сейчас стоит за кадром вот в telegram канале я делюсь еще инсайтами по саморазвитию в походе тех практик которые мы применяем поэтому подписывайтесь там будет интересно на этом у меня все пока пока друзья